Здравствуйте! С вами Сергей Толмачев и программа «Научная среда». Сегодня поговорим о том, как обычный бетон становится необычным, узнаем, почему домашние поросята различают людей и посчитаем, сколько стоит в пересчете на рубли планеты Солнечной системы. Начнем издалека, с американского континента. На этой неделе опубликовали кадры, снятые во время обрушения знаменитой обсерватории Аресиба, которая находилась в Пуэрт-Та-Рико. Еще в августе оборвался один из тросов и пробил в телескопе Дерус. Конструкция стала неустойчивой, наблюдения прекратили. А 1 декабря лопнули последние ванты. Это была эпичная картина, которой зафиксировали камеры видеонаблюдения. А теперь в Новосибирск, где проходит фестиваль «Наука 0+.» Известные сибирские ученые читают лекции по химии, физике, информатике в дистанционном формате. Сегодня день — это химия и технологии, поэтому и вузы, и научные организации, и даже промышленные предприятия сегодня примут в рамках этого марафона посетителей в формате онлайн. Все размещается на сайте, там же идут трансляции. Эти трансляции сохраняются, и те, кто не успеет посмотреть в онлайне, можно присоединиться и посмотреть позже. Все файлы сохранятся, и на выходных праздниках можно это посмотреть будет. Виртуальные лекции для фестиваля записали в десятках научных институтов и университетов Новосибирска. Ученые рассказывают о своих исследованиях максимально доступным языком. Наша съемочная группа побывала в гостях у тех, кто применяет посредние инновации в одной из самых востребованных областях — строительстве. Мы узнали, как создать бетон для небоскребов и сохранить тепло в квартирах. Также все тщательно перемешиваем. Михаил Раков гомогенизирует раствор, то есть перемешивает. В таких небольших количествах в лаборатории экспериментируют с фракциями щебня, добиваются оптимального сочетания крупного и мелкого. В итоге бетонная смесь должна идеально лечь в опалубку. Рассчитать нужно даже концентрацию пузырьков воздуха. У них своя функция. Дают более высокую, соответственно, плотность материала, пористость минимальна, что позволяет нам получить прочный материал, материал морозостойкий, водонепроницаемый. Как раз-таки для материала будущего, когда мы говорим о том, что можно построить здание высотой более одного километра. У таких зданий основная нагрузка ложится на железные трусы, которые натягивают в теле железобетона. Но если первые небоскребы имели почти одинаковую форму, устремленную в небо, то сейчас строительный материал позволяет возводить даже такие, в форме полумесяца, или огромного обруча. Все дело в классификаторах, которые добавляют в раствор. Обычную воду не используют уже давно. Над специальными химическими составами работают в лучших мировых лабораториях. В итоге многократно возрастает прочность, главная характеристика бетона. Сейчас в гидравлическом прессе стандартный образец завода железобетонных изделий. Из таких делают панели и плиты перекрытия. Мы попробуем дать нагрузку и посмотреть, какое давление он выдержит. Ну вот здесь 12,5 тонн на площадку в 10 сантиметров. А это экспериментальный образец повышенной прочности. Сделан 14 суток назад. Попробуем испытать его. В этот раз целых 60 тонн. То есть маленький кубик может выдержать давление целого железнодорожного вагона. При строительстве таких зданий бетон набирает прочность за 5 суток. А еще 20 лет назад в советском госте был заложен срок в 28 дней. Но в современном мире ценят не только скорость работы. Важен дизайн. Отсюда и библейские сады Семирамиды, и вот такие инопланетные фасады. А можно создавать и здания, которые светятся изнутри, через стены. Был бы подходящий материал. Берем обычный телефонный фонарик, светим на бетон. И видим, что у нас, по сути, он проводит свет. Это обусловлено тем, что в его составе содержатся специальные стеклопроводящие, светопроводящие волокна. Но мало построить дом. Нужно, чтобы он был теплым и уютным. Для этого используют различные технологии. Например, рекуперацию. Любому помещению нужна вентиляция. И при этом теплый воздух квартиры смешивают с холодным, с улицы. Который в итоге согревается на несколько градусов. И затраты на отопление уменьшаются. А чтобы не было жарко летом, в современных небоскребах используют охлаждаемый потолок вместо кондиционеров. Но главное, все те же строительные материалы для стен. Строятся дома-термосы. То есть фактически теплопотери настолько через ограждение минимальные, что теперь основными теплопотерями становятся теплопотери через окна. Следующий шаг – это конструирование окон с высоким термическим сопротивлением. То есть есть такие окна, уже и они в СП приведены, у которых термическое сопротивление больше единиц. То есть такие, из которых можно целиком строить дома даже в Сибири. Окна с напылением, заполнением аргоном, другими благородными газами. Пока дело в цене. Но любая технология со временем становится дешевле. И стеклянные небоскребы в Новосибирске могут появиться уже в обозримом будущем. В Америке посчитали, сколько стоит Земля. Не участок, а вся наша планета. Исследования провели в Калифорнийском университете Санта-Круз. Учитывали возраст космического объекта, его массу, температуру и количество энергии. То есть потенциальную пригодность для жизни человечества. Так вот, Землю в итоге оценили в 5 квадриллионов долларов. Самая дешевая планета – Венера. Ее стоимость всего 1 цент. А Марс при желании может купить любой землянин в ипотеку. Его цена всего 16 тысяч долларов. То есть 1 220 000 рублей. Ученые изучили несколько сотен небесных тел. И пришли к выводу, что изучать лучше только те, которые стоят не меньше 80 миллионов. На них в будущем можно создавать космические колонии. А в Новосибирске запустили виртуальную выставку «Смарт-технологии». На едином портале представили интерактивные 3D-модели. Образцы приборов, оборудование, а также онлайн-экскурсии по объектам научной, производственной и образовательной инфраструктуры города. Этот проект – продолжение форума «Городские технологии». Ксения Петренко подробнее. Сегодня, чтобы загрузить информацию о компании на сайт, уходит не больше 10 минут. Валерий Мандругин занимался его разработкой. Говорит, самым сложным было привести все к одному формату. От идеи до готового проекта ушел месяц. Сегодня на сайте представлено больше 100 компаний и общественных пространств. Это не просто интернет-магазин, не просто сайт. И нужно было все увязать так, чтобы все друг с другом работало корректно, и при этом отображалась нужная информация в нужных местах. И это было, ну это больше, скорее всего, рабочий момент, чем сложность. Проект, безусловно, интересный. Прежде всего, интересный тем, что он, ну все-таки, можно сказать, социальный. Для того, чтобы удовлетворить интересы практически всех, и при этом все были в выигрыше. Для бизнеса это уникальная площадка, где можно рассказать о себе и показать свои разработки. Для горожан площадка, которая позволяет, не выходя из дома, узнать все о компаниях региона и современных технологиях. Такую виртуальную выставку решили запустить в рамках форума «Городские технологии». Только работать она будет постоянно. Этот проект, который будет работать у нас по контракту, и мы его поддерживаем, будем развивать как минимум до 2025 года. То есть это постоянно действующая экспозиция. И вот, собственно говоря, помимо тех участников, о которых мы говорили, то есть это инновационные различные компании, это научно-образовательные учреждения города, это крупные компании, это еще и возможность для различных стартапов. То есть у нас, опять же, в рамках проекта предусмотрено бесплатное размещение информации. Пользователи сети интернет могут виртуально прогуляться по коридорам закрытых предприятий, рассмотреть объемные 3D-модели продукции и изучить интерактивные фигуры городских зданий. Например, как устроен НГТУ, как будет работать с заправкой для электромобилей, буксы для отходов, системы очистки воды. Мы создали специализированный портал, который отличается от существующих, именно тем, что на нем можно воспроизводить виртуальные экскурсии, виртуальное путешествие, трехмерные модели. Вот все, что где-то лежит за кормах, и к этому нету доступа вообще ни у кого, даже фирма, работающая друг напротив друга, на одном этаже не знает, чем занимается фирма напротив. Да, реальность такая. Поэтому это именно создан такой уникальный информационный ресурс о тех возможностях, которые имеет наш малый бизнес и большие предприятия, в том числе и семейское отделение РАН. Виртуальный портал будут развивать и дальше. В планах добавить разделы о бизнес-идеях и биржу труда. Если вы утопили в озере телефон, скорее всего, вам придется с ним попрощаться. Процессор полетит. А если ключи, то запускайте под воду робота. Он их найдет. Вот наглядное подтверждение. Четвероногий андроид по имени Animal прогулялся по дну Женевского озера, остался цел и невредим, и выполнил поставленные задачи. Для навигации этот механизм использует лидар и несколько камер, среди которых инфракрасные и поворотные. Способен поглужаться на метровую глубину и находиться там до получаса. Мало того, у него мощные приводы в ногах, и эта конструкция позволяет переносить вес в 10 килограммов. На первом испытании робот с легкостью преодолел и все подводные камни, то есть двигался по пересеченному грунту, и без всяких затруднений выходил обратно на берег. Термин «пандемик» стал словом «года на планете». Об этом сообщил слова Оэстера, крупнейший лингвистический ресурс планеты. Между тем, в России филологи выделили уже десятки новообразованных выражений, которые еще прошлой зимой казались диковинными, а сейчас понятны каждому жителю нашей страны из-за ковида. Если у вас началась коронапаника, то ни в коем случае не занимайтесь дум-скроллингом, то есть не читайте в сети все подряд, тем более, что там работают зумбобингеры, которые специально распространяют страшилки об этой болезни. Можно, конечно, выпить коктейль в карантине, но лучше пойти в аптеку и просто купить коронасептик. Ковид-диссиденты борются с москобесием, а ковидиоты занимаются расхламинго, то есть уборкой квартиры, когда появилось много времени. И тем и другим очень нужно карантэ, умение владеть собой в сложных ситуациях. Лингвисты говорят, разговорный словарь русского языка на букву «К» за последние месяцы вырос на несколько страниц. Если сначала придумывали термины с негативным оттенком, то сейчас стараются посмеяться над происходящим в мире. А суффиксов и окончаний в «Великом и Могучем» хватит на все случаи жизни. «Ковидло» — это, с точки зрения русского человека, это как падла, как что-то подобное одноструктурное, так чтобы приличное какое-то слово было. Но мы легко воспроизводим вот эту структуру, и мы понимаем, что ковидло — это какая-то зараза. Причем некоторые пишут с большой буквы, придавая, значит, этой заразе, ну, такое большое, да, имя собственное. В начале эпидемии мы учили официальные слова. Ну, мало кто до того знал, что такое санитайзер. Потом появились макаронавирус и гречка «Хайп», когда продукты сметали с прилавков. Уже кормят грудью первых корониалов, рожденных во время пандемии. А из средневекового слова «карантин», которое означало 40-дневный период для кораблей в портах Неаполя, придумали огромное количество производных. В Новосибирске с эпидемией пока удается справиться без введения жесткого карантина. А вот в Москве по весне даже появился специальный термин — «карантье», то есть человек, который сдает за деньги собаку для прогулок. Потому что иначе во время вынужденных карантикулов можно и до ковидиворса досидеться. Так называют развод среди пар, которые не смогли пережить совместной самоизоляции. Филологи говорят, во время массовых потрясений язык меняется очень интенсивно. Достаточно вспомнить 90-е годы. Но слова с негативным подтекстом также быстро уходят из лексикона. Через 2-3 года конфитинг, вынужденный набор веса, наверняка останется только в справочниках. А более веселые термины могут прижиться. «Карантец» — отличное слово. Я думаю, что поскольку оно имеет нужное нам окончание, которое мы характеризуем вообще массу событий в нашей жизни, я думаю, останется точным. Большинство русских неологизмов заимствованы из английского и латинского, просто потому что это медицинские термины. Обратных примеров мало. В иностранных языках есть разве что перестройка, космос и спутник. Именно так и назвали первую российскую вакцину. Возможно, это слово получит второе рождение за границей. А мы постепенно забудем многое с того, что начинается на букву «К». И корона снова останется только для принцесс. И напоследок об исследовании поросят и щенят, которые провели в Будапеште. Изучали поведение животных в зависимости от близости гомо-сапиенса. Каждого по отдельности заводили в комнату, где находился хозяин, посторонний человек и миска. Оказалось, что щенята стараются держаться вблизи людей, а поросята подальше от них. Но в любом случае предпочитают общество живого человека, а не металлической тарелки. Хозяину животные подходят чаще, чем к незнакомцам. Кроме того, свиньи способны отличить человеческий затылок от лица. А вот собаки не могут этого сделать. Почти весь декабрь землянам можно будет загадывать желание. Уже сейчас через нашу планету проходит метеорный поток, и каждую ночь падают звезды. Мои коллеги поговорили с астрономами об особенностях этого периода. О том, что творится зимой на звездном небе, расскажу уже в следующей программе. А на сегодня у меня все. Живите по науке. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин